У нас в то время в Краснодарском крае был губернатором края Александр Скачев. И он лично с этой бумагой о переселении турок-месхитинцев поехал в Кремль и Путин его посписал. Понимаете? Добрый день, уважаемые наши слушатели, зрители. Вот с этим молодым человеком, с которым вы сейчас будете смотреть ролик, я случайно встретился, он живет в Америке. И мы начали разговаривать с ним. Он, оказывается, искал меня. Он специально поставил VPN российский, чтобы попасть из России, попасть в Украину и поговорить со мной. И хочет еще с Муколой Рушницей встретиться. Привет ему передал. И мы начали с ним разговаривать. И я забыл просто включить запись. Я запись включил где-то после 5-6 минут, как я с ним уже разговаривал. Но вы все равно поймете, о чем идет речь. Представьте себе, что в 21 веке это было переселение целого народа. И посмотрите сами, оцените. Очень такой продуктивный разговор. Еще 100 вирганских событий. Вирганские события, они начались в 89-90-м году. А мы там были уже в 85-м. Там еще мисхитинцев очень мало было в то время, когда мы приехали. Понимаете? У нас было гражданство. А вот после этого, после вот этих вот вирганских событий, когда уже мои родственники туда приехали, их не прописывали. Уже 2003-2004 год был, они до сих пор ходили с советскими паспортами. Они не могли в город выехать, чтобы там что-то там купить, там на рынке продавать или что-то там куда-то съездить. Понимаете? Их ловили, менты, просили предъявить паспорт, когда они показывали советский паспорт. Они говорят, а что у вас советский паспорт? У вас что, нет российского паспорта? Извините, меня не прописывают. Откуда у меня будет советский паспорт? Ну, то есть российский. Паспорт говорит, меня не волнует, идите как-то делайте, прописывайте. А скажите, пожалуйста, а вы уже тогда успели там в Краснодарском крае дома построить там? Не знаю, обосноваться нормально успели? Конечно. Конечно, мы кто-то построил, кто-то купил. У нас было как-то... А к вам вот так, это ж вроде 2017 году, да, вас выселили оттуда? Не, в 2005 мы сюда приехали, в Америку. А к вам была угроза какая-то со стороны казаков, русских, там, ну, не знаю, местных жителей? Ну, дискриминация была там, чурка, мурка, знаете, вот такие вот. И вот целый народ, который целые поселения взяли, выселили. Или как они выселили? Вам дали время выселиться? Нет. Мы в 2002 году, в 2002 году мы устроили голодовку. Тем, чтобы или нас пропишите в Краснодарском крае, дадите нам российское гражданство, или же поможете нам уехать куда-нибудь в какую-нибудь другую страну. Мы устроили голодовку. Приехали там, я не знаю, операторы, там, можно сказать, со всего мира. Из Германии, из Европы, даже с Австралии были люди. И из Турции были. Со всего мира, из многих стран были. И вот это вот снимали, брали интервью. И по всему миру вот это разошлали, понимаете? И потом у нас в 2004 году открылась такая организация, называется МОМ. Семейственная организация по миграции. Они не только в России, они по всему миру. Люди, кто ущемляется там властью, да, по сторонам властей, они проводят собеседование, проходят ориентацию и потом в Америку. Вот мы таким путем сюда приехали. По статусу беженцев. Понятно. Нас как бы никто, как бы, не бил, никаких там не было такого, знаете, чтобы кто-то бил, кто-то там убивал кого-то. Такого не было, но... Можно сказать, морально, морально давили, знаете. Унижали, оскорбляли. Такого рода вещи. Одно, одно, то, что, вот одно, то, что нас не прописывали, и мы не могли свободно передвигаться, не то, что по Российской Федерации, а по Краснодарскому краю, вот это было хуже всего. Сидишь в своем поселке, никуда не можешь выехать, понимаете? Да. Слушайте, а почему, вот в Узбекистане, да, в Фергане, случилась вот эта ситуация, да, у вас были стычки с узбеками, почему вы до сих пор не освещаете это, что в это время, ну, в Фергане был главой, ну, в Ферганской области был Багдасаров, в Семен Багдасаров, почему вы не освещаете? Вы знаете, может быть, многие об этом не знают, я сам буквально вот недавно просто зашел в его биографию, что-то мне там, я как-то смотрел, что шел с ним, он там что-то с Жириновским спорил. Я зашел, чисто думал, посмотрю, что он вообще, он так за Россию печется, думаю, он что, в России родился. Захожу в его этот, в биографию, именно в те годы, вот, когда вот это вот, произошло вот это, Ферганские события произошли, он, оказывается, в те годы был главой администрации Ферганской области, и он родился в Фергане. Там же армян много, в Антижане, в Фергане, в Узбекистане. Вот. Ну, а что нам это даст? Ну, например, мы там, как бы... Не, вы понимаете, ну, что это даст? Во-первых, это вам даст примирение с узбекским народом. Мы ж не чужие, да? Мы ж все тюркские народы. Да. Не чужие, это раз. Во-вторых, я со многими узбеками общался, я им задавал вопрос, что, ребята, ну, как это так случилось, что вы с братьями тюркскими народами, у вас вот такая стычка была, ферганские события с месхетинцами, с турками, месхетинцами, вы прямо аж вышли на тропу войны. Они говорят, что нас, говорит, обманули, нас спровоцировали. Мы до сих пор, говорит, не можем это себе простить. Ну, вот есть Ахсакалу узбеки, с которыми я вот так случайно разговаривал, они говорят, что мы до сих пор не можем себе простить. Но они, вы понимаете, эти вещи наверняка надо было поднять наружу, чтобы в Узбекистане знали, кто есть кто. Ну, вы знаете, у нас с узбекским народом как бы никаких проблем нет. мы, у нас нет никаких претензий. Может быть, потому что все понимают, что это была чисто провокация со стороны. Ну, вы знаете, я вам скажу, те турки-месхотинцы, которые приехали в Украину, это в 90-х годах, да, они все получили гражданство, они тут по статусу беженца, получили гражданство, у них уже есть свои села, вот я знаю, вот тут недалеко от нас в Харьковской области есть села, под Мелитополем есть села, турки-месхотинцы, я же говорю, что я, есть даже семья, с которыми я общаюсь, я ездил на свадьбу к ним, ну, как бы, вы же, вы же понимаете, что даже ваш, ну, турков-месхотинцев язык, к нам азербайджанскому языку намного ближе, чем турецкий язык, да, 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 нам, нам даже и думать не надо, мы спокойно переходим на азербайджанский язык, да, и вы переходите на месхотинский язык, мы спокойно друг с другом общаемся, да, да, конечно, у нас, а, наш язык, считается старым турецким языком, на котором еще османы разговаривали, но, и турки, и турки, и турки про наш язык тоже так говорят, говорят, вы разговариваете на старом турецком языке, да, да, понятно, а, этот самый, там много изменений произошло, а, прадеды твои, откуда они, сборчалы, не понял, но твои предки откуда, из борчалы, 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 грузия, не, 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 а, откуда вы попали в среднюю азию, из месхетии, из месхетии, это, она, она же была в составе грузии, это, прям, приграничная зона с турцией, там, буквально полкилометра, там, где батуми, аджария, вот там, месхетия, да, да, батуми рядом, да, да, понял, ну, а твоих предких Сталин выселил, да, оттуда? Да, Сталин. Сталин выселил. Да, 13-е, а у нас как раз мы каждый год это день скорби, 14-е, ноября 44-го, 44-го года, с товарных вагонов просто загрузили, как скот, и вперед, ноябрь месяц, еще и знаете, поезд ехал через, через Урал, а там же холод собачий прям. А скажи мне, пожалуйста, вот, бабушки, дедушки, что рассказывали, как вы до этого с грузинами жили? Вы знаете, мой прадедушка, может быть, помнил, но моего прадедушки уже нет, а моей бабушке, дедушке, им было по 7-10 лет. Понял. Понимаете, вот, например, отец моего отца, он 20, 20, какого, 28-го, нет, 28-го года рождения, 28-го года, и вот, в 44-м году, сколько ему там было? Ну, 13 лет, 14 лет, понимаете? Ну, где-то 16, да. 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 Понятно. где-то так было. А теперь, вот вы, а скажи, а скажи, пожалуйста, вы вот выехали из России, да, вот, ну, приехали в Америку, у вас в Америке были какие-нибудь проблемы там, или нормально приняли вас? Так нас Америка сюда привезла, как у нас могут быть с ними проблемы? А сколько, а сколько народу, народу приняла Америка? Если не ошибаюсь, в общем, если вот по всей, по всей стране, где-то около, наверное, 25 тысяч. Угу. Россия, значит, слушай, получается, что Россия, 25 тысяч народа не принимала, да? Не поместила своих просторов, представляете? Угу. Еще и говорят, что многонациональная страна и все нации уважаются и религии. Угу. Вот вам и пожалуйста. Ну, я вам скажу, хорошо, что вы уехали, вы бы потеряли бы и язык, и идентичность, и все на свете. Ну, вы знаете, я отучился в России, закончил среднюю школу, я сюда приехал, мне было 22 года, 21, да, почти 22. И я не думаю, что мы потеряли бы, потому что мы дома всегда по-турецки разговаривали. Главное, что у нас не было, это место, где совершать там намаз, то-все, знаете, вместе с Рамадан где-нибудь собраться, постоянно у кого-то дома собирались, понимаете? А здесь у нас, мы, а здесь, в Америке, у нас есть своя мечеть. государство нам как бы предоставило здание, мы его купили, вот, мы за него налоги не будем, вот, никаких мест налоги не берут в Америке, там, церкви, мечети, понимаете? Вот. Здесь у нас все, все нормально, пока что, надеюсь, все будет хорошо и дальше. Понятно. Ну, что я хочу сказать, ну, вы меня знаете, как меня зовут, да? Эльдан вас зовут, да, да, да. Меня, меня Гаграман. А, Гаграман, это герой. В переводе герой, да? Да, этот самый, Гаграман, ну, что я хочу сказать, ну, привет всему народу от меня, моим братьям, туркам, месхетинцам, привет от всей души, пусть Аллах вас бережет, Аллах Аман Атолсон, да. Ну, я думаю, что у вас там все хорошо, я думаю, вы не жалеете, что уехали, все нормально. Нет, конечно, не жалеете, знаете, если бы в то время, скажем, в 2005, в 2005, когда началось наше переселение в Америку, я уверен, если бы в то время был в Турции Таип Эрдоган президентом, он бы нас забрал туда, я в этом уверен. Я тоже уверен, да. Потому что он же премьер-министром только стал, когда, в 2008, потом... Слушай, тогда, кажется, Демрель был, да, Демрель? Да, сейчас мы живем здесь, в Америке, живя здесь, в Америке, нам Турция дает турецкое гражданство. Это очень хорошо, да. 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 Ну, вообще, Эрдоган, это человек, конечно. Многие эти вот есть среди нас, среди месхетинцев, люди, которые недолюбливают его, Эрдоган. Я не понимаю, почему, но вот то, что вот его вот это вот действие, да, то, что он думает о нас. Мы в Турции ни одного дня не прожили и ни одной лиры в турецкую казну не принесли, понимаете? А он нас считает за своих и дает нам турецкое гражданство. Для того, чтобы в Турции получить гражданство, нужно пять лет прожить. Да, да. Да. Вот. и он не только американским туркам дает, он всем туркам дает, и те, которые в Киргизии, и те, которые в Казахстане, всем. Он говорит, все турки, которые живут за пределами Турции, должны получить турецкое гражданство. Сюда знаете, сколько раз уже Мевлючау приезжал, с нами встречался здесь, в Нью-Йорке. Ну, это, да, министр иностранных дел Турции, да. Да, он, да, встречался тут с нашими, у нас же тоже есть лидеры у месхитинцев, с ними встречался, все ходили на их митинги, там, я, правда, не смог поехать. Ну, люди, у меня тесть поехал, отец поехал, Эрдоган приезжал, тоже, к нему тоже поехали. Да, вот. Гайроман, знаешь, что хочу сказать, самое главное, не потеряйте свою идентичность, язык свой, не забудьте. Не, 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 никогда в жизни, вы что? Да, детей приучите, чтобы это передавалось. Мы всегда помним, что мы турки, и всегда помним, что наша религия ислам. По-другому не может быть. Хорошо, мир твоему дому, давай, закончим наш разговор, да, очень, очень, очень хорошо, что я тебя встретил, очень интересный разговор, просто вот, говорят, вот, Путин, Путин, да, это же все при Путине случилось. Конечно, да, поднимал с коленой, у нас в то время в Краснодарском крае был губернатором края Александр Скачев, и он лично, и он лично с этой бумагой о переселении турок-минхетинцев поехал в Кремль, и Путин его подписал, понимаете? Да. Он его подписал, он бы мог сказать, слушайте, мы многонациональная страна, зачем вы этот народ гоните, пусть живут себе спокойно, но нет же, он взял, подписал. 21 век, переселение населения, народности, нации, да, очень интересно, да. К сожалению, а наши деды воевали во второй мировой, мой дедушка один не вернулся, без вести пропал, дед моей мамы, мой прадед получается. Гайроман, ты разрешаешь наш разговор выставить? Конечно, можно, да. Да? Все, спасибо тебе огромное, что ты мне попался. Давай, да, привет, привет всем от меня передай. До свидания. Пока, пока, пока. Аллахаманатулсу. Саула. Саула. Пока.